26 марта Радио Игрим посетила врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Игримской районной больницы Мария Веткова. Василий Восягин, главный редактор Радио Игрим, задал врачу-инфекционисту вопросы, что волнует всех. Ну и что такое все-таки COVID-19, то, чем болеет? 513 человек переболели, вернее. Какие коронавирусы, вызывающие болезнь COVID-19? Это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут заражать и людей. Болезнь у людей вызывает всего лишь 7 видов коронавирусов, включая новую инфекцию COVID-19. В первую очередь от COVID-19 страдают дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Однако, в основном пациенты болеют в легкой форме, но, однако, бывают тяжелые случаи. Чаще всего такими тяжелыми случаями, когда осложняется заболевание, болеют люди с хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет и люди с онкозаболеваниями. Основные симптомы COVID-19 – это повышение температуры тела, потеря обоняния и вкуса, кашель. Он преимущественно сухой, с небольшим количеством окроты. Иногда бывает с прожилками крови. Отдышка, боли в мышцах, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Есть симптомы, которые проявляются редко, но все-таки имеют место быть. Это боли в горле, затрудненное дыхание, головная боль, тошнота, жидкий стул, рвота. Эти симптомы в начале заболевания могут наблюдаться при нормальной температуре тела. Где можно сделать прививку? Нужно ли ее делать? И кто может записаться на прививку и сделать ее? Прививку можно сделать в нашей больнице БУ и Гримская районная больница. Как это можно сделать? Очень просто. Позвонив в регистратуру по номеру 320-03 и изъявить свое желание на вакцинацию. С вами свяжутся и пригласят на определенный день и на определенное время. Также можно записаться на прививку через портал госуслуги, где также после оставления вами заявки с вами свяжется сотрудник Игримской районной больницы, пригласить на конкретную дату и конкретное время для проведения вакцинации. Ну и по номеру 122. На данный момент в Игримской районной больнице привиты 762 человека. Из них 377 человек завершило два тура вакцинации, то есть полностью провакцинировалось от COVID-19. Какие показания к вакцинации? Вакцинацию следует пройти всем людям старше 18 лет, не имеющих противопоказаний. Это позволит снизить риск заражения новой инфекцией COVID-19. Какие же есть противопоказания к вакцинации? То есть это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или содержащей аналогичные компоненты. Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе у человека. То есть люди, у которых есть аллергия, они об этом знают. Затем острые инфекционные заболевания. То есть когда человек болеет и у него проявляются симптомы респираторных заболеваний, то есть им прививка противопоказана. При обострении хронических заболеваний. То есть вакцинацию этим людям проводят не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления, либо ремиссии. То есть когда хроническое заболевание уходит в ремиссию. Беременность и период вскармливания также являются противопоказанием. И детский возраст до 18 лет. Если появилась высокая температура, то это, возможно, индивидуальная реакция организма. То есть это вырабатываются антитела. Если температура проявляется до 3 дней, это абсолютно нормально. При сохранении температуры более 3 дней следует обратиться к врачу-терапевту. Я хочу обратиться ко всем жителям городского поселения Игрим и прилижающих к нему территорий, то есть Березовского района и вообще всех граждан Российской Федерации, вакцинироваться, чтобы защитить в первую очередь себя, своих близких, своих пожилых родителей, и бабушек, дедушек, может быть, своих беременных жен, маленьких детей, чтобы не распространять инфекцию COVID-19. Потому что, сталкиваясь с данной инфекцией ежедневно, я вижу, как тяжело некоторые люди переносят данное заболевание. София Енусова, Василий Восягин, Дмитрий Нетин, АТВ Березова, Игрим.